Музыка С самого раннего утра в Москве, в Додзю на улице Летниковская, собрались представители различных школ каратэ и даже вьетнамских боевых систем. Для тех, кто углубленно изучает воинские искусства, а не просто ходит в зал поколотить мешки, каждый приезд мастера – носителя знаний, независимо от стиля и от национальности, всегда событием. Вот почему на семинар, о котором мы сегодня расскажем, пришли обладатели черных поясов из самых разных школ. С 1987 года занимаюсь в Диффенбон Шорен Рю, имею квалификации 4-й Дан. Белый пояс не случайно одет по окинавской традиции? Да, потому что я не имею квалификации по вэйчерю и считаю правильным здесь быть в роли ученика. Приехал я из Казани. На этот семинар мы приехали, потому что самостоятельно изучаем вэйчерю с 2006 года. И стиль нам очень интересен. До этого мы занимались каратэ кюкушинкая, кидо, рукопашным боем. И вот вэйчерю нас привлек своей, именно вот, что ли, такими китайскими корнями, прикладной направленностью. Вот. И простотой, одновременной сложностью. Очень интересно. Традиционный стиль. Очень много таких базовых принципов, которые действительно работают. И поэтому вот узнал. Ребят сказали. Очень хочется чему-то научиться. По крайней мере, я не говорю о том, что я собираюсь изучать вэйчерю, но мне нужно посмотреть, так сказать, почувствовать вкус этого стиля. Окинавский наставник Дзен Сакияма Сугенроси говорил, встать на истинный путь несложно. Главное освободиться от проблемы выбора. Когда мы начинали заниматься каратэ 35 лет назад, никакой проблемы выбора не существовало. А каратэ просто не знали ничего. Сегодня выбор огромен. Как найти правильную школу? Как выбрать правильного сенсея? Я думаю, что нужно для этого просто выбирать. И сегодня в Москве очень крепкий, очень хороший сенсей из Сербии. Руководитель огромной организации по каратэ Уичи Рю. К сожалению, стиль еще не очень известен у нас в стране, но, надеюсь, с каждым таким семинаром, на котором сегодня мы присутствуем, этот стиль будет все более и более известен. Итак, добро пожаловать на семинар по Уичи Рю, который проведет сенсей Владимир Попович из Сербии. Владимир Попович, обладатель шестого тана, Риньси, Оки Кукай, Шохерю, Уичи Рюкей. Родился 29 августа 1958 года. С 1973 года начал изучать Уичи Рюкаратэ на Окинаве. Последний четверть века его наставником является Ханси Сигеру Токамияги, 10-й дан Уичи Рюк. В настоящее время Владимир является президентом и главным инструктором Окинавской ассоциации каратэдо на Балканах и президентом Оки Кукай, Сербия, Хонбу. Каждый год он приезжает на Окинаву, где ежедневно продолжает практиковать Уичи Рю у лучших сенсеев. С первого же знакомства с мастером понимаешь, как важно получать знания из первоисточника, а не изучать технику по видеозаписям или в интернете. Даже нанесенные в четверть силы удары сенсея оставляют глубокое впечатление, поражают внутренне наполненностью и мощью. С 1960 года Канэй Уичи, сын основателя школы Уичи Канбуна, ввел технику ударов кулаком. Но старая техника Уичи Рюк – это в первую очередь открытая рука. Пальцы, как копье, и удары фалангами пальцев, и, конечно, удары ногами, пальцами ног – это, пожалуй, главное отличие от других стилей японского карате. Для тех, кто не знаком с Уичи Рю, давайте совершим краткий экскурс в историю этого стиля. Назвать Уичи Рю окинавским карате можно лишь с натяжками. Вернее, будет сказать, что это китайская боевая система, ставшая достоянием жителей Окинавы и практикуемая на островах реки до сих пор. Школа названа по имени ее основателя, мастера Уичи Канбуна, родившегося на Окинаве 5 мая 1877 года. В 20-летнем возрасте Уичи совершает паломничество в Китай, как тогда было принято среди окинавских мужчин, желающих постичь корни воинского искусства. Там он проводит около 13 лет безвыездно, выездно изучая школу Жоуган Цуань, или в другом прочтении Пангайнун, школа мягкого и жесткого. Наставником Уичи был китайский монах и сборщик целебных трав Шушива. Стиль Шушива, Хухэн Лун Цуань, был основан на движениях трех животных, тигра, журавля и дракона. Поэтому и в Пангайнуне Уичи Рю удары в основном наносились не кулаком, а кончиками пальцев. Боши Кен – удар фалангой согнутого большого пальца, Вашида или Хирате – удары лапой тигра согнутыми пальцами, согнутым запястьем и фалангой указательного пальца Шокен. Также Уичи Рю практически не наносились удары ногами выше поясом, зато оружием в технике ног становились не подушечки стопы, а сами пальцы – сокусенгери. Удар большим пальцем ноги в болевые точки на теле считался очень опасным для жизни. Согласно преданию, один из учеников Уичи Канбуна в драке убил своего противника ударом пальцами руки, что вызвало страх и гнев у жителей деревни, где он преподавал искусство боя. Селяне дали мастеру прозвище «учитель убийц». Сам Уичи столь глубоко переживал эту драму, что поклялся никогда более не обучать своему искусству и ушел в затворники. Лишь в начале 20 века вдруг неожиданно согласился выступить перед японскими мастерами, приехавшими на Окинаву для знакомства с местными школами ТОДЭ. После демонстрации кота Сейсан почти все мастера отказались выступать. Сравнение с Уичи Канбуном не выдержал бы никто. Удар Бошики наносится вот в это место, чуть ниже ключицы, сюда под ребра и сюда. Это очень опасно, потому что здесь сходятся нервные окончания. И также вот таким образом, вот сюда, под нос. Это также очень опасно, потому что при ударе носовые кости могут войти внутрь. Это удары Бошикин. А Нуки Те, удары рука-копьё, наносятся сюда, под горло, в шею и вот в эту точку под ухом. Шокен, удар фалангой, пальцы наносятся в середину тела, в солнечное сплетение. Или же в грудь, вот в это место, на два пальца выше середины груди. Это очень трудно, потому что одно дело бить в мешок, другое дело попасть в движущего человека. Поэтому мастер Уичи Рю должен быть как снайпер, обладать очень большой скоростью. Если вы не поразите эту маленькую точку, значит техника не работает. Так, каждый движение должен быть в какой-то момент. Очень маленький. Очень маленький. Поинт. Да. Атеми. Атеми Ваза. Атеми Ваза. Сенсей Попович демонстрирует кота Сансейру. В этой форме очень ярко выражена техника Уичи Рю. Круговые блоки Вау Кэ, получившие название, от имени китайского мастера Шуши Ва. И ударами пальцами открыты руки, и, конечно, пальцами ноги. В отличие от других стилей карате, в Уичи Рю только четыре основных формы. Санчин, канцчи Ва, Сэйсан и Сансейру. Но в них заложена вся необычайно сложная техника Уичи Рю. Санчин, канцин, канцин, канцин. Продолжение следует...